Другие горожане заявляют о себе, приняв участие в конкурсе по благоустройству с любовью к Мурму. О первых участниках в сюжете. Аист прилетел. Такое название дали жители дома новой зоне отдыха. И кто бы мог подумать, что уютный уголок с забавными поросятами и труженицами-пчелками появится на месте вдоль и поперек изъезженным машинами. В этом году микрорайон номер 14 представляет дом номер 12 по улице Щербакова. Жители подготовили зону отдыха на пустыре. Раньше на этом месте автовладельцы просто ставили машины. А теперь дети и взрослые могут приятно провести время. Новый проект по благоустройству территории многоквартирного дома увлек многих. Одной земли на клумбу целую машину перенесли. Что уж говорить про копку, посадку, про полку. Эту зону отдыха мы делали для того, чтобы детям можно было где-то погулять. Кто привозил рассаду с огородов своих, кто здесь землю носил. Бордюры нам привезли управляющая компания. А начиналась стройка года с трех саженцев сирени. Началось все с того, что мы решили сможем посадить сирень в тесть 70-летия нашей победы. Посадили сирень. Ну, я так думаю, что надо этот уголок сделать райским, чтобы деткам было где прийти, отдохнуть, полюбоваться красотой. Надо наших детей учить, чтобы они привыкали к красоте. Галина Воронова – настоящий генератор идей. Увлеченный, талантливый человек в простых вещах может увидеть красоту. В течение пяти лет на общественных началах для жителей микрорайона она вела кружок рукоделия «Волшебная лента». Ее квартира похожа на музейную экспозицию. Мама – ангел, который хранит свои детей, свои ауры. Талантливые люди талантливы во всем. По замыслу создателей, со временем зона отдыха приобретет новые элементы. Маленький домик для детей, удобные скамейки, дорожки из плитки. В этот волшебный улей мы с ребятами нашего двора решили добавить еще одну прекрасную пчелу – Джастина Пчелбербейка. Свою лепту в благоустройство может внести каждый. Прием заявок на участие в конкурсе будет проходить до 19 июля. Елена Петрова, Николай Малоденов, Новости Муром.